Бывший премьер-министр Израиля Ихуд Альмарт спустя почти три года тюремного заключения сегодня вышел на свободу. Освобожден он, правда, условно досрочно и останется под надзором полиции. Подробности расскажет Сергей Ауслендер. Бывший премьер-министр Израиля сегодня утром покинул здание тюрьмы и отправился домой. В соответствии с решением комиссии службы тюрем он освобожден условно досрочно после того, как отсидел две трети срока. В мае 2014 года его приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции, получении взяток и создании помех следствию. После титанических усилий его адвокатов срок удалось сократить до полутора лет. И вот после того, как Альмарт отбыл две трети этого срока, комиссия приняла решение о его досрочном освобождении, учитывая примерное поведение бывшего премьер-министра в тюрьме. Но на него наложен целый ряд ограничений, он не может выезжать за границу, должен регулярно отмечаться в полиции. Отменить все эти ограничения теперь может только президент Израиля своим личным решением. В данный момент Альберт уже обратился к президенту, не успел он двух шагов сделать за порог тюрьмы, а уже он обратился к президенту с просьбой о помиловании, о том, чтобы с него сняли эти ограничения, чтобы не ходить в полицию и чтобы спокойно иметь возможность передвигаться за границу. История эта в свое время наделала немало шума и в Израиле, и за его пределами. Альмарта обвинили в получении взяток. Будучи мэром Иерусалима, он, скажем так, поспособствовал за весьма круглую сумму быстрому продвижению одного крупного строительного проекта, а уже после, будучи под следствием, уговаривал свидетелей отказаться от показаний и даже им угрожал. Для такого вип-заключенного в тюрьме построили специальный отдельный блок. В истории этого государства еще не было случая, чтобы чиновник такого ранга, занимавший, по сути, высшую государственную должность, носитель всяческих секретов, оказался за решеткой. Долго решали, что же делать с его охранниками. Они положены ему пожизненно и круглосуточно должны находиться рядом с ним. Уже во время отсидки с Ольмиртом случился скандал. У него в камере обнаружили сверхсекретные государственные документы, но ход этому делу решили не давать. Он сумел объяснить, что все-таки на их основе собирался всего лишь писать мемуары. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.